девочки всем привет сегодня у нас будет ароматное парфюмерное видео но это будет видео не про покупки и не ароматы на неделю а теговое видео видео тематическое скажем так ароматы а я короче составила вопрос буду на них отвечать вот обиде называется тема который я решила выбрать это радость и боль ароматы куплены вслепую я просто недавно сидела и думала думала вообще о своем парфюмерном хобби как я слепую покупаю ароматы можно было бы же ходить по магазинам пробовать ароматы и только их покупать и вы знаете я подумал о том есть парчик ароматов которые меня не разочаровали но удивили я подумала если бы я вот так вживую их попробовала бы стал бы я их покупать и подумала что нет наверное не стала бы или долго бы думала перед тем как купить вслепую ароматы покупаешь ты не знаешь что тебя ждет очень часто или наоборот ты слишком много нафантазируешь и разочаровываешься вот я написала вопросы буду на них отвечать подготовила здесь флакончики чтобы вам было интересно чтобы это не просто была болтовня ну и так как я картинки никогда не вставляю то соответственно будут показывать конечно ароматы вы можете если захотите теговое видео обычно такое видео когда можно кого-то назвать если кто-то хочет тоже поучаствовать в этом теге но я решила я решила сделать так если понравится видео и захочется потому что многие у многих из вас нет каналов захочется тоже поучаствовать теги вы можете просто скопировать вопросы под видео вставить их и потом ответить ну ответить в комментарии на эти же вопросы так давайте приступлю потому что у меня вступление какое-то очень долгое сумбурное уже две минуты получилось я не знаю как какое видео получится я по-моему ни разу вот так вот не делала такого типа видео так сначала парочку вопросов они немножечко отстранены чуть-чуть от лакончиков чисто абстрактные вопросы стоит ли покупать ароматы вслепую нет но я буду почему потому что почему нет потому что вероятность ошибки и купить аромат который ты не сможешь носить даже если он тебе понравится очень большой ароматы это такое дело когда ты если например тени ты можешь увидеть сфотчи да хайлайтер румяна оттенок то может камера все это передает то запах не передает не описание комментарий не описание аромата который производитель делает не то что например мы можем читать на фрагрантики люди делают свои описания свои выводы но все чувствуют аромата по-разному и через камеру конечно тоже ничего не передается поэтому это очень сложно но я буду почему потому что во первых это непередаваемое ощущение ты не знаешь что тебя ждет ты уже нафантазировала себе что-нибудь или наоборот вообще ничего не смотрела про этот аромат и вот это первое вскрытие целлофана если запечатана до коробочка потом вскрытие этой коробочки держишь флакон в руках это невероятное невероятное удовольствие первый пшик первые впечатления вторые впечатления пытаешься носить этот аромат это очень интересно поэтому стоит ли покупать ароматы вслепую нет но мне нравится я буду второй вопрос сколько ушло из коллекции ароматов когда я понимала что я все-таки мимо попала в основном я ароматы стараюсь отдать некоторые у меня стоят когда я они стоят сколько там пару недель или пару месяцев я думаю потому что каждый аромат заслуживает шанса иногда они действительно меняются даже не иногда очень часто чуть-чуть меняются иногда это по большей части в лучшую сторону меняются но бывает такое что худше тоже бывало что потом не могла носить ароматы и сколько ароматов ушло из коллекции официально 30 это я себе пометила они официально наверное может быть флаконов и 40 за три года это может быть много но если подумать о том сколько я купила сколько осталось мой коллекции тут немного так дальше так наверное я приступлю приступлю к самим ароматам к вопросам по ароматам первый вопрос который касается ароматов это мой первый аромат который я купила вслепую это бучераж и это была очень удачная покупка вслепую я послушала одну девушку которая о нем рассказывала и она так так красиво о нем рассказывала хотя она не парфюмеровый блогер вообще что я подумала я очень хочу его попробовать но в магазине по-моему я его не нашла а может быть я даже не искала они да я его не искал наверное и заказала так там была цена со скидкой я помню я покупал его к 50 евро он мне обошелся но когда я его вдохнула а и когда его вдохнула девочку я подумал что я так ошиблась как его носить как такой аромат носить и отложила но когда я дальше к нему подходила и вдыхала он меня так влюбил сейчас он у меня один из любимых и это спецовый аромат но при этом очень легкий пахнет еще как будто цветами немного фруктами очень яркий аромат запоминающийся и да он какой то такой загадочный магический аромат магической осени не знаю осени зимы обожаю гуча раш это была первая слепая покупка и очень удачно так неудачный аромат покупка вслепую но который я сейчас обожаю так надо класть их так чтобы не запутаться девочки это obsession покупала obsession от calvin klein не для себя попал в подарок и я аккуратно тогда спросила подружку какие ароматы она вообще любит она говорит ой цветочные легкие обожаю и я тогда искала этот аромат я покупала на абазон я на тот момент очень часто я ничего не покупал не понимала в ароматах вот сейчас если бы я увидела такой вот такую жидкость и кто-то мне сказал это цветочный аромат я бы подумала наверное это цветочный аромат но из пятидесятых шестидесятых семидесятых здесь будет скорее всего мощная база и цветы будут очень насыщенные и будет очень много в аромате но это сейчас мой опыт тогда меня ничего не смутило я подумал о здорово по-моему он мне обошелся там чуть за 30 евро 100 миллилитров прекрасный аромат calvin klein на слуху люксовый покупаю приходит мне этот аромат вскрываю посылку вдыхаю понимаю что это фиаско я не смогу подарить его подруге она такое носить не станет тогда он мне показался аромат который это понятно было что это аромат старой школы но в моем представлении такое могут носить только пожилые женщины ну потому что в общем то а что я чувствовала на всех я не чувствовала ни на ком obsession кельвина кляйна ароматы которые я начувствовала женщин да они были такие иногда серьезные мощные но это больше такие как мисс dior старой версии к примеру ну вот такого типа аромата или по поезон или сладкие какие-то томные но точно не такое такое редко редко встретишь на людях я сделаю такой вывод и отложил его и где-то год назад я подсела на такие ароматы но к нему я не могла подступиться он для меня был слишком сильный слишком мощный даже от одного пшика я задыхалась прошел и этот год этим летом я попробовала его нанесла на кожу не на одежду на кожу аромат оказался таким прекрасным это чудесный древесный аромат с мощной базой здесь и дубом и в мох и много всякого разного дерева и цветы есть и даже какие-то фрукты аромат мощный обожаю сейчас я рада что у меня сотка и когда-то достался мне достаточно дешево в общем то и сейчас можно его бюджетно купить но ну нужно искать да так 11 минут не нужно ускоряться девочки так без пирамид а но это особо называть не буду а то это не успею так третий вопрос самый агрессивный аромата самый агрессивный аромат аромат который я до сих пор не могу разносить но мне очень нравится я очень хочу его носить это кабоша в туалетной воде девочки у меня тридцатка ее мне хватит на 50 лет но это очень мощный аромат это мощная кожа мощные деревяшки дубовый мох здесь есть еще какие-то смолы и цветы и фрукты если я окунусь в пирамиду сейчас я вам скажу быстренько какая тут пирамида мощный или нет а я не стала фотографировать там я не стала фотографировать потому что я подумала нет я тогда не успею я очень хочу его разносить но я была очень нетерпеливая и я купила современный кабоша кабоша 2013 года это тот же самый тот же самый кабоша только более облегченный и вы знаете он нисколечко не он не потерял в своей красоте вообще ни капли прекрасный аромат но вот этот я ношу вот этот можно носить при том что он полностью отражает вот этот аромат когда-нибудь я думаю мой нос разовьется и я смогу носить и кабоша в туалетной воде старую версию ретро в аля кабоша современный на сейчас но вот это агрессивный аромат в моей коллекции который мне сложно носить следующий аромат это да кабоша от гре девочки но я подпишу все ароматы внизу фаворит на каждый день который покоривший мое сердце но в этом году потому что таких ароматов много на самом деле но этот прямо в из за этого года на данный момент мой самый любимый аромат из ароматов на каждый день девочки это forever elizabeth от elizabeth taylor легкий звонкий зеленый цветочный ненавязчивый современный для меня хотя я читал что то кто-то пишет о типичный ароматовых тысячных не знаю для меня это классика которую можно носить всегда это это акватика но зеленый зеленью зеленый мускус и легкие цветы прозрачные цветы хрустальные цветы прелесть обожаю и очень бюджетный аромат и флакончик тоже классный иногда даже думаю автору может быть прикупить потому что раньше я его не видела он вдруг появился хотя аромата довольно старый по моему 2000 на какого-то года то есть начало 2000 девочки скажу сожалению я себе не ответила не отметила знаете здесь кстати есть в пирамиде ежевика но я ее вообще не чувствую есть цветы которые цветы и фрукты которые здесь в пирамиде могут пахнуть совсем по-другому более мощно более заметные назойливо это именно такой нежный аромат прекрасный прекрасный хотя вот сейчас вот из флакончика чувство зеленое яблоко вдруг ладно обожаю мой фаворит хочу больше больше таких ароматов хочу так следующий вопрос это парфюмерная вонючка девочки есть такой аромат редко мне очень редко чтобы ароматы вообще не нравились но на этот я была долго обижена флакон которого у меня нету потому что он долго у меня стоял ждал когда же я надеялась что он отстоится что он немного изменится но к сожалению он изменился немножечко в лучшую сторону но я поняла что его не буду носить описание было многообещающим покажу вам сначала флакончик это art and parfums intense attraction вот так можно купить на на натино флакончик был многообещающий я конечно боялась немножко что будет похоже на black opium но потом почитал парамиду вроде нет и заказал вот смотрите как его описывает натино курманский аромат восточный аромат подчеркивает же подчеркнет женственность каждой женщины подходит на ежедневную носку и пирамида в верхах бергамот красные ягоды и дыня в сердце орхидея жасмин и слива и в базе ваниль ваниль амбра нет ваниль сейчас девочки желтый камень такой на а называется смола постоянно забываю это слово древесная смола не помню просто по-немецки бернштейн стоит русский забыла и пачули короче когда оно пришло ко мне оно пахло никак но по-вонючему никак у меня даже есть видео в котором я вам рассказываю все мое разочарование никаких здесь там не было фруктов не было ни цветов даже мускусов знаете есть просто ароматы которые мне не зашли потому что был яркий мускус такой прозрачный и действительно там были либо фрукты мне не нравились либо цветы в этом мускусе мне не нравились что-то мне не нравилось и она ушла из моей коллекции но у меня к самому аромату не было претензий здесь у меня были претензии именно к аромату пирамида одна аромат вообще никак не пахнет полное разочарование флакон когда он немного изменился я дала попробовать подружки пойдет ли ей понравился ли он ей будет ли она им пользоваться она взяла с удовольствием сказал ей нравится я рада что этот флакончик и аромат нашли новую хозяйку вот так бы я наверное это хорошая подружка если бы ей аромат не понравился она мне сказала и не стал брать а так вот я бы просто как будто не стал бы давать потому что сама о нем ничего хорошего не могу сказать так аромат люблю и ненавижу девочки дело в том что прямо сказать что ненавижу даже вот эту вонючку парфюмерную я не могу сказать что есть такие ароматы которые прям вызывают во мне ненависть вообще я чувство ненависть не люблю и мне не нравится вы испытывать но скажем так аромат который мне нравится притягивает и отталкивает вот так это аромат арабский сейчас девочки скажу как он называется и потом да он будет подписан секундочку потому что так я без написанного не смогу вам сказать так вот называется он сэр аль кулут от лотафа покажу вам покажу вам с фрагрантики на всякий случай вот так девочки чем он мне нравится он сладкий с характером фруктовый но не явно гурманский и база интересная но чем у меня отталкивает он отталкивает он унисексовый это для мужчин и женщин аромат отталкивает он меня у меня столько еще ароматов которых я вам хочу рассказать сейчас побыстренько той же самой характерностью я даже не смогу вам описать эту характерность которая меня отталкивает очень специфический аромат но он мне все равно нравится но я не знаю как его носить пирамиду я вам все-таки скажу может быть вы как-то сориентируетесь сладкий фруктовый белые цветы но белые цветы не знаю здесь если белые цветы то какие-то белые цветы так не чувствую сладкий фруктовый до ванильный так не чувствую туберозу не знаю чувствую так амбровый может быть пудровый нет животные мускусный то он все-таки мощный и пирамида клубника сахар в верхах тубероза жасмин в середине но так тубероза и жасмин я никогда не знала ни в одном аромате чтобы они вот так звучали ваниль амбра и мускус то же самое я никакие из этих нот не знаю вот в таком сочетании чтобы они пахли вот так единичный случай в моей коллекции все что я пробовала до сих пор то есть очень очень специфический вот можно сказать люблю и ненавижу но на минималках скажем так следующий вопрос аромат который нравится мне а аромат который нравится всем а мне нет так стала ли я девочки я как раз и забыла сделать скриншот это аромат отрианы который во флакончике как так сейчас секундочку пирамида сейчас скажу вам девочки я к сожалению не отфотографировал еще и забыла пометить как называется писал просто патрианы он я не могу сказать что он не совсем не нравится я просто на себе его вообще не вижу я сделал себе отливатик а флакон отдала мне флакона нету подружки очень понравился она была в восторге она вот из тех кому аромат очень понравился очень зашел все американские блогеры и даже русскоговорящие когда его описывают они так здорово его описывают так красиво о нем говорят вот этот флакончик для меня это какафония парфюмерных нот это ноты которые не сочетаются друг с другом а почему собственно я чувствую очень ярко сливу я чувствую очень ярко кокос и цветочную составляющую и ваниль и почули чувствую но она как будто она разрознена она смотрится не все вместе каждая нота сама по себе аромат как будто это очень модные красивые джинсы но драны вот для меня это вот так это когда здесь какие-то блестяшки там какая-то деталь но все оно вместе не смотрится я была очень разочарована потому что все не просто говорили что это такой классный необычный аромат вкусный понравится всем он еще звучит как люкс так дорого я ничего дорогого не нашла и это для моего носа наверное один из тех которые мне очень разочаровали из категории ароматов селебрити так но дальше на нем не буду задерживаться потому что еще у меня есть классные вопросы с классными ароматами но уже не так много осталось девочки аромат заставивший покупать его фланкеры угадаете или нет девочки это виоля джуси конечно мне есть и другие ароматы когда попробовала первый первый аромат оригинал потом начала покупать фланкеры но это первый который именно именно меня заставил я за захотелось купить все что есть и и серии вивали джуси и начала пробовать и другие ароматы от этого бренда аромат фруктовый здесь есть и ягодный элемент здесь есть и мандарин если не ошибаюсь и цветы немножечко есть а здесь и карамель есть и пралине и ваниль это так вкусно это так позитивно это так весело шикарный на мой вкус флакон и да и потом я купила голд который самый популярный наверное из этой линейки здесь та же пирамида только здесь более яркий цитрусовый и он более такой тонный он как будто вивали джуси но на вечер и и а нуар я купила здесь более яркие ягодная составляющая очень вкусный аромат они похожи с оригиналом все но чуть-чуть отличаются и они более мощные том сами по себе если бы к нам доходило больше фланкеров я бы покупала больше этих ароматов хотя иногда мне кажется что у меня все самые классные уже есть так дальше следующий вопрос аромат который заставил разделить восторг большинства это императрица от дольче кабаном я так столько озов на него положительно столько негативных что мне очень хотелось попробовать и по хорошей цене я заказала вдыхаю и понимаю да я понимаю тех кто его любит я понимаю почему такой популярный это клубничная пенка от варенья это сахар это еще какие-то фрукты это и свежесть и сладость и база когда ты его носишь что ты чувствуешь что на тебе то есть база тут такая серьезная даже если сравнить дольче кабана и здесь какой-нибудь из дорогих у меня есть работну гучераш вот это именно база мне кажется тут серьезная интересно было бы попробовать конечно другие ароматы из этой коллекции но и императрицу легко достать все остальные нет ладно все сказала но еще один покажу флакончик который тоже мне очень понравился это 5 авеню royal появился мне благодаря благодаря наташи а я как только его начали все хвалить цены поднялись и я боялась вдруг мне не понравится зачем покупать за такую большую цену и вот наташа все-таки себе его купила он ей не зашел и она мне его передарила не передарила это спецово-сандаловый для меня аромат такой древесно-древесно-смольный чуть-чуть с такой ликерной составляющей и фруктовой составляющей очень вкусная как какой-то знаете как фруктовый сироп какой-то с алкогольной ноткой классный 5 авеню royal мне очень нравится и я рада что у меня теперь благодаря наташа в коллекции есть а девочки сейчас отключится а я вам еще хотела показать ладно два вопроса отвечу как-нибудь вдруг